Ну а ранее в столице республики выбрали лучших поваров полевой кухни. Уже не первый год в Якутске проходит фестиваль. В этом году он прошел на горе в местности Три сосны. Всего собрались 8 команд. Большинство не профессиональные повара, а сотрудники разных компаний города. Как проходили соревнования и какие блюда предложили участники на суд жюри, знает Сергалана Захарова. До самого начала ни один из участников не знал, какой именно ингредиент попадет в нему на стол. И как бывает обычно в дикой природе, что добыл то и твое. Таким образом, отбор шел следующим образом. Капитаны команд стреляли по воздушным шарам, где внутри находились записки с названием главного ингредиента. Это могли быть мясо утки разных видов, гуся, оленины и сахатины. Но только главные ингредиенты попали на разделочные доски участников. Как повара, без промедления начали готовить кулинарные изыски полевой кухни. Некоторые рецепты придумывали прямо на ходу. Шпигуем салом, потому что оленина она суховатая. Потом грибная икра у нас есть. Прошлогодние грибочки. А вы давно готовите это круто? Да первый раз. Нет, еще не пробовал. Ну, все когда-то бывает впервые. Главная отличительная черта блюд полевой кухни – ингредиенты должны быть только натуральными и максимально простыми. Мы едем на рыбалку, едем на охоту. Мы с собой не берем ни авокадо, ни яблоки, ни сливки. Если мы пользуемся, возьмем какой-то неопределенный соль, перец. То, что растет в лесу, есть тоже много очень растений, корней, которые добавляются в блюдо. И оно дает тоже свой вкус леса. Но несмотря на это, время диктует свои условия. И без интересных комбинаций не обходится. Так болельщики могли пройти мастер-класс у шеф-повара одного из ресторанов города по приготовлению мяса куропатки. Делаю похлебку из костей, а из мякоти уже делаю полноценное второе – это куропатка, жареная с луком, с яблоками и с сливками. Спустя два часа ожидания начинается один из самых волнительных и вкусных этапов конкурса дегустации. Самое главное – это, конечно, вкус, внешний вид, оформление блюд и оформление лагеря, места, где они готовят. Ну и, естественно, конечно, подача самого блюда, какой-то стиль. Вот это оценивается шеф-поварами и оценивается жюри. Несмотря на то, что выбор лучшего стола предстоял нелегким, жюри вынесло свое решение. Победителем стала команда компании ФПК «Якутия». Но главное, как говорится, не победа, а хорошее настроение. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск.